Семёна Альтова Когда супруги уже готовились ко сну, в спальню зашла собака, притащив с собой до боли знакомый предмет, который она, соответственно, отдала своей хозяйке. Вадим, что это? Что? Вот это я тебя спрашиваю, что? Ну как что? Что ты сама не видишь? Ливчик. Разбрасываешь вещи, а потом найти не можешь. Вот собака и тащит всё, что плохо лежит. Да? А чей это лифчик? Лидочка, честное слово, не мой. Я тебя ещё раз спрашиваю, чей это лифчик? Да отстань ты от меня со своими лифчиками. Это не мой. Да? А чей? Я, слава богу, без лифчика хожу. Грудь пока сама держится. Я на твоём месте. Язык-то бы прикусила бы. Ты посмотри на размер. Это не твой. Тебе до него ещё... Расти и расти. Это размер шестой. Если не двадцать шестой. Нет. Как ты мог, а? И главное... С кем? Где ты нашёл эту корову-рекордистку? Лида, Лида, подожди. По-моему, за десять лет совместной жизни я ни в чём таком замечен не был. Так что напрасно ты машешь этим гамаком. Я с ним и рядом не лежал. А ну, дай его сюда. Ничего не понимаю. Ведь каждый раз проверяю всё. До волоса на подушке. Уксусом пол поливаю. Только бы духи не унюхала. А тут такая улика. Уличища. Не иначе Наташка подсунула. Решила отомстить. Неужели у неё такой бюст? О, скрытная баба. А может, Светка? В темноте размер не зафиксируешь? Да нет. Такое я бы запомнил. Чёрт бы их всех. Ну, давай разберёмся. При чём тут я? Вспомни. Может быть, кто... Из подруг забыл, а? Из чьих подруг? Из твоих? Лида. Ну, может быть... Может быть, ты вчера, вон, бельё гладила. Ну, вот свой лифчик и разгладила. Я гладила утюгом, а не танком. Ну, хорошо. В конце концов, может быть... Может быть, ты... На вырост купил, а? Да никогда у меня такого не будет. Нет. Не надейся. Ну, говори, кто у тебя вчера здесь был? Ну, кто... Вчера был водопроводчик. Не идиотничай. Он был в кепке без лифчика. Откуда ты знаешь, что без лифчика? Ты что, его раздевала? Я никогда никого не раздевала. В отличие от некоторых. Нет. И главное, спутался с тонкой, изысканной женщиной. Так нет. Отбил жену бегемота. Вот. Это твой вкус. Нет, ну, теперь-то я, конечно, понимаю, почему тебя вместо филармонии все время тянет в цирк. Между нами нет ничего общего. Лида. Нет. Перестань. Что ты, в самом деле, из пальца скандал высасываешь? Да собака притащила откуда-то этот чудовищный лифчик. Может быть, даже с улицы. Да. Да таких женщин просто в природе не существует. А что бы ты сказал, если бы собака притащила чужие мужские кальсоны? Ты скажешь тоже, Лид, кальсоны. Да. Кстати, а что это у тебя такое? Что? Вот это вот, что это ты держишь? Где? В руках, что это такое, а? Что? Я тебя спрашиваю. Вот это вот что? Что такое? Это? Да. Носок. Собака вместе с лифчиком притащила. Собака вместе с лифчиком притащила. А чей это носок? Не мой же. Да я таких носков сроду не носил. А ну, говори, кто у тебя тут был в этом носке? А ну, вчера был водопроводчик. Это мы уже слышали. Интересно, что это за засор такой в ванной? Есть человек, раздевается до гола и ныряет. А ну, дай его сюда. Неужели, Сергей? Да нет. Интеллигентный мужчина, переводчик, всегда уходит по-английски. В носках. А может, Михаил? Вряд ли. Бывший разведчик, пароли до сих пор помнит. Никаких улик не оставит. Для маскировки скорее чужое возьмет. Но ничего. Поеду к Семену. Он в уголовном розыске работает. По носку всего мужика найдет. А может, он и оставил? Ну, мужики. Ну, бабы, всех обойду. Кому подойдет лифчик, то и убью. Маша, где мои носки? Сколько раз говорил, не вешай на балкон. Ветром сносит. Единственные носки. Еще и лифчик. Ну, поздравляю. Мало того, что есть нечего, так еще и не в чем.